Выйти в интернет, початиться с одноклассниками или погуглить достопримечательности любого города мира можно и на уроке. Главное найти способ, как это все применить к учебному процессу. Педагоги уверены, надо идти в ногу со временем, а то и на шаг впереди. Дети, которые учились на 3-4 или на 3 даже поменьше, у них мотивация к обучению была не столь велика. После того, как я научилась создавать свои тренажеры, интерактивные игры, то ребятишки сейчас с удовольствием применяют их. Таблицу умножения знают очень хорошо. Парные согласные, безударные гласные. В классе у Натальи Вячеславовны у каждого школьника по нетбуку, который напрямую связан с компьютером учителя. Теперь не надо быть всевидящим оком, чтобы знать, правильно ли каждый делает задание. Я могу свою демонстрацию запускать на монитор учеников. Соответственно, они, сидя на любом расстоянии от доски, могут видеть все, что мне необходимо. А с другой стороны, я могу обмениваться с ними файлами. То есть отправлять им какие-то задания, соответственно, получать от них эти задания и не таскать за собой целую кучу тетрадок. То есть я взяла ноутбук и дома я проверила. Понятно, что оборудование не из дешевых. Не каждая школа и тем более не каждый класс может похвастаться современной техникой. Хотя надо отметить, в этом году на подготовку к учебному году школам региона выделили денег в два раза больше, почти полтора миллиарда рублей. Впрочем, главное, чтобы все шло на пользу детям. И результаты есть. Вот в течение практически четырех лет, как Нижегородская школа показывает положительную динамику по всем показателям ЕГЭ. И по высшим достижениям. Если там три года назад у нас было 20 ребятишек-стабальников, год назад было 32 выпускника, которые в этом году 47. Это подтверждают и эксперты на федеральном уровне. С моей точки зрения, Нижегородская область выглядит прекрасно. То есть она передовая, она участвует во всех проектах и программах, которые разворачиваются на федеральном уровне. И результаты обучения, которые мы отслеживаем по баллам ЕГЭ, полученным школьниками, они также указывают на то, что область является одним из лидеров реформы образования, развития образования. Безусловно, вопросов остается много. Это не только качество образования, но и элементарно желание выпускников педвузов идти в школу. Постепенно вопрос решается. По сравнению с 2008 годом, разрыв между средним заработком учителя и теми же показателями по экономике сократился в 13 раз. Теперь это всего 3%. Сейчас мы с 1 сентября будем повышать педагогическим работникам в наших детских учреждениях на 30%. А с 1 октября в дополнительном образовании, дошкольном образовании на 20%. Это не индексация, это прямое повышение. Так что стимулов к работе у педагогов должно прибавиться. До начала учебного года остаются считанные дни. У преподавателей еще есть время освежить в памяти сферу IT-технологий, а у детей настроиться на долгий учебный год. И вперед грызть гранит для науки.